МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фестиваль военной патриотической песни, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне, который сегодня проводит Чувашский национально-культурный центр, является очень важным знаковым мероприятием. В непростое время, во время пандемии, этот фестиваль проводится в формате онлайн. При поддержке администрации городского округа Самара были пошиты комплекты советской военной формы образца 1943 года, чтобы лучше передать атмосферу праздника, атмосферу победы. Не случайно и знаково еще то, что сегодняшнее мероприятие проходит в день 7 ноября, в тот день, когда в 1941 году в Куйбышеве прошел военный парад. Парад, сыгравший очень важную роль в Великой Отечественной войне. И сегодняшнее мероприятие призвано объединить представителей разных национальностей, которые проживают в городском округе Самара, как объединились ради общей цели народа Советского Союза. Дом дружбы народа – место притяжения для всех национальностей, проживающих в Самарской области. Представители чувашского народа тоже не остаются в стороне. Ведь их, равно так же, как и других, объединяет любовь к своему языку, культуре и традициям. В 63-м регионе проживают около 90 тысяч чувашек. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok В Самарской области действуют национально-культурные и общественные объединения Чуваши. Одним из них является Чувашское культурно-просветительское общество «Пихиль» в переводе на русский – благословение. Благодаря совместному многолетнему благотворному сотрудничеству Национального объединения и администрации городского округа Самара в городе успешно работают чувашские творческие коллективы, функционируют чувашские воскресные школы, ведется активная работа с целью сохранения, развития и популяризации чувашского языка, литературы и культуры. Своё начало национально-культурная автономия «Пихиль» берет с 1991 года. В первый раз собрались в парке имени Горького несколько человек, 4 или 5 человек. И вот с этого дня мы начали собираться, собираться, и народ у нас начал как бы узнавать больше о нас, что у нас есть такой ансамбль, вот Самарьень, мы начали с Самарьеня, вот, Самарский край, если перевести на русский язык. Вот, и у нас руководитель очень такой был талантливый, Трофимов Владимир Семенович. Благодаря ему, конечно, мы очень далеко и очень много песен изучили. Именно на Чувашском? Именно на Чувашском, да, именно на Чувашском больше ста песен. Вот, и мы постоянно обновлялись, конечно, эти песни, вот, но и старые песни постоянно мы не забывали. Я очень рада, что я влилась в этот коллектив не столь давно, всего лишь второй год, но, как говорят, кровь не вода, и душа просит своего языка, своей песни, своей вот этой вот душевности. И это я все здесь нахожу. В моей семье мы, когда собираемся и стараемся разговаривать, все-таки, ну, мы все живем в русском обществе, да, и мы разговариваем, разговариваем, потом говорю, давайте поговорим на своем языке. И плавно-плавно, где-то получается, где-то в перемешку, где-то это выходит смешно, но душа все равно открывается, потому что это родной язык, это кровь. Выступая с нашим коллективом, мы как-то сплотились, мы как-то стали дружной семьей, более помогаем друг другу во всех отношениях, как бы поддерживаем друг друга. То есть у нас, как бы, это вторая семья этого нашего ансамбля. На родину я езжу, я сама с Кошкинского района езжу через неделю на родину, и там же, в Большой Константиновке, как бы у нас там чувашский ансамбль есть, и я, как бы, тоже их поддерживаю, выступаю. То есть и почетную грамоту мне оттуда, благодарность давали с села. То есть всевозможно, выступаем. ПЕСНЯ ПЕСНЯ На 2020 год самарским областным чувашским культурным обществом «Пехель» была запланирована масса событий. Несмотря на пандемию, задуманные мероприятия состоялись, правда, формат пришлось изменить. Концерты прошли в онлайн-режиме. Так лучшие творческие коллективы собрались на сцене Дома дружбы народов, чтобы исполнить песни военных лет, почтить память героев. Информационную поддержку оказала администрация городского округа Самара. Кроме того, были выделены субсидии, чтобы сшить для коллективов военную форму. ПЕСНЯ 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 Сегодняшний праздник очень памятен для нас, особенно для моего, наверное, поколения. Мне в этом году исполнилось 70 лет и родился я после войны. Но немножко, но помню все горе, перенесенное нашим народом. У меня родных дядь только шестеро погибли. Вот. И поэтому, ну, и нищету, конечно, видели, и недоедание было. Это уже в 50-х, я в 50-м году родился, а в 50-х годах и то еще мы полностью не восстановились. Я просто доволен тем, горжусь тем нашими предками. Сколько народу мы потеряли, ведь целых 4 года воевали. И столько народу погибло, сколько горя было у народа. И полстраны, считайте, было разрушено. Все это приходилось нашему народу восстанавливать. Ну, тут что можно говорить? Тут не надо отмечать отдельные национальности, потому что все национальности, все трудились, не покладая рук и не считаясь ни с чем. Так что я лично горжусь нашим народом и горжусь тем, что я живу в этой стране. Мой отец, он участник Великой Отечественной войны, то есть он войну прошел от 41-го года начала и до Берлина. И потом еще он дослуживал срочную службу на Дальнем Востоке. Мама трудилась на трудовом фронте. Поэтому сегодняшний праздник, пусть он не многолюдный, но я всей душой посвящаю своим родителям, потому что для меня это очень трогательно. Все, что мы можем сделать для своих ушедших, для тех людей, которые прошли войну, это помнить и благодарить. И поэтому сегодняшнее событие для меня очень важное. Этим я выражаю свою память, любовь и благодарность родителям своим и всем участникам войны, всем, кто нам подарил победу. У чувашского народа есть праздники, которые имеют для них особую ценность. Например, Акатуй. Он посвящен окончанию весенних полевых работ и хранит древние традиции чувашей, объединяет людей всех возрастов и профессий, приобщает их к творческому труду, искусству, спорту. На праздник собираются гости из городов и районов, организуются концерты коллективов художественной самодеятельности. Практически ни одно межнациональное мероприятие в Самаре, будь то День дружбы народов, масленица или яблочный спас, не обходится без выступления народного чувашского ансамбля песни и танца. Чувашский танец чрезвычайно богат и разнообразен. В нем отражены характер труда, быта, культуры, истории народа, выражены его чувства и настроения. Национальная одежда, уже не являющаяся повседневной, функционирует как костюм участников массовых народных праздников и фольклорных групп. Хранятся также старинные образцы костюма, по ним воссоздаются на шейные и нагрудные украшения. Еще костюм можно даже читать, как книгу. Есть даже версия, что в вышивке зашифрованы руны, с виду красивый рисунок и только посвященные знают истинный смысл. Все знания, накопленные веками, передаются из поколения в поколение. Если не мы, то кто? Мы должны, я думаю, передавать наши традиции и обычаи, передавать от поколения к поколению. Нам передавали бабушки, мамы, папы и так далее. Сейчас мы стараемся все это тоже передавать своим деткам. Конечно же, будучи работой учителем начальной школы, я уже тоже смотрю, я знаю, что у меня в классе вот две девочки, тоже чувашечки. Потихоньку хочу вот уже начать с ними репетировать. Я думаю, что... То есть у нас уже было одно мероприятие, посвященное народам России, и где мы тоже... Вот она у меня уже наряжалась в чувашеское платье, рассказывала, ну, небольшой такой рассказ, она первоклашка еще рассказывала о традициях в семье, вообще о чувашских традициях. Это, конечно, здорово, когда наши детки и внуки будут знать происхождение на чувашей, да, чем мы занимались, мы любили земледелие, да, то есть вот это вот все. ПЕСНЯ Чувашский народ традиции помнит и возрождает. Это наследие, к которому он относится бережно, и только совместная каждодневная работа помогает сохранить то, что строилось десятками лет. ПЕСНЯ Задача подобного рода фестивалей в первую очередь консолидировать городское сообщество, представителей разных наций. Только так, вместе, когда мы поем песни военных лет, когда мы поем песни о войне, когда мы обращаемся к нашей общей истории, мы становимся единым народом. И только так, монолитом, единым народом, мы сможем решать те вызовы, которые ставит перед нами время. Редактор субтитров А.Семкин